Кипучие деятельности затеяли работники туристических магазинов Бреста, Минска, Гомеля, Барановичей и Орши. Они решили поучаствовать в добром деле, очистить от сухих веток, листьев и бытового мусора часть Брестской крепости, территорию вокруг бывшего порохового погреба номер 4. И виноваты в этом прежде всего местные жители, любители отдыха на природе, оставляющие после себя в кавычках красоту неописуемую. Для того, чтобы исторический объект, а ныне скалодром обрел прежний вид, понадобился максимум усилий. Скалодром Волынка является крупнейшим центром по скалолазанию в Республике Беларусь. К сожалению, в последние года он интенсивно засоряется мусором и становится лазать по нему опасно. Помимо того, что это исторический объект, так еще и идет как спортивный объект. Скалолазы, которые здесь занимаются, им же не хочется лазить по стенам, на которых разбиты стекла, резать свои пальцы. Кстати, травмы здесь очень часто именно связаны с порезами. Когда люди, которые здесь выпивают на территории этого исторического объекта, бьют бутылки об камни, выкидывают мусор, и дети здесь получают травмы. Автор сего материала поинтересовалась, почему именно турмагазины стали инициаторами корпоратива Добрых дел. Ответ достаточно прост. Практически все участники своеобразного субботника – любители альпинизма и скалолазания, активно его пропагандирующие. А заниматься спортом в условиях полной антисанитарии, тем более приглашать гостей, совсем не хочется. Поэтому, выражившись метлами, лопатами и граблями, они усердно трудились во благо чистоты и порядка. Помимо этого, обновляли и стены порохового погреба. Мы рисуем, обновляем, я бы так сказала, уже давно здесь проводятся соревнования, соответственно, указаны маршруты. Цифра обозначает номер маршрута и вот с соответствующими элементами мы обозначаем зацепы. Либо для ног, либо для рук, и оно, естественно, со временем смывается, поэтому все это обновляется для того, чтобы было на соревнованиях участникам понятно, в каком направлении, по какому маршруту и где удобнее зацепиться и как вообще нужно пролезть. Это полезное занятие в целом, потому что, ну, кроме тех, кто здесь лазит, как бы никто этим не займется. Корпоратив «Добрых дел» сделал свое дело. Скалодром «Волынка» снова ожил и готов встречать старых друзей и новых гостей. А потому такие мероприятия необходимы. Ведь кто, если не люди, должны поддерживать уют и чистоту на земле? Сыдно лишь за тех, кто пока еще этого не понял. В данном случае уместна поговорка – чисто не там, где убирают, а там, где не сорят.